Здравствуйте, дорогие друзья. Ну что, вот и прекратилось в отношении меня и в отношении Евгения Сбиренцева дело об административном правонарушении, якобы по статье Куап 20.1, части 1, а именно как мелкое хулиганство. Ну что ж, вчера мы были задержаны Росгвардией в 16.05, доставлены в отделение полиции номер 4 в 18.00. В отношении меня административное дело было составлено и задержание в 22.40 на Евгения в 23.35. Существенное нарушение норм закона. Ну что ж, мы предоставили все доказательства нашей невиновности. Мы старались объективно и всесторонне рассмотреть данное административное дело. Спасибо большое суде Козловой, которая непосредственно рассмотрела это дело всесторонне и объективно. Все сомнения трактовались в нашу пользу. Она действительно рассмотрела по существу данное дело. Я думаю, что в дальнейшем мы будем стараться максимально привлечь внимание прокуратуры и различных других органов к данному заведению, колбасному цеху, именно непосредственно этому ресторану, который на одни сутки отправил нас в заточение. Мы провели в этой камере ровно сутки. Ну что ж, несмотря на то, что Евгений является инвалидом третьей группы, несмотря на то, что у меня были справки о том, что у меня острый панкреатит, камни в протоках, в поджелудочной, нас все равно арестовали. И более вам скажу, всему этому способствовал тот человек, которого ранее я пытался привлечь к административной ответственности. Он тогда нарушил, выражался так оскорбительно ко мне. Но это был заместитель начальника уголовного розыска, дорогие друзья. И он вчера звонил дежурному и говорил, я тебя то, я тебя это сделаю, только закрой авокян. Ну что ж, Евгений попал под раздачу, как говорится, в коляске. Вот, Виталий Андреевич, большое ему спасибо. Человек буквально за несколько часов с Краснодара доехал к нам в ОП-4. Огромнейшее ему человеческое спасибо. Низкий поклон таким людям. Действительно большое спасибо вам, друзья, что вы все посетили нас. Я думаю, что Виталий Андреевич продолжит что-то тоже, думаю, ему есть сказать. Да, ничего мне. Нечего мне такого сказать. Я благодарен судье за то, что он действительно всесторонне, полно, своевременно и объективно рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении Авокяна Гаспара, в отношении Спейнцева, Евгения. Действительно было объективное рассмотрение. Оба дела, производство по делам об административном правонарушении в отношении обоих прекращены ввиду отсутствия состава административного правонарушения, то есть это иабилитирующее обстоятельство. Дело по Авокеану на судебное заседание длилось почти 4 часа. Это даже больше, чем по его уголовным делам судебные заседания были. По Евгению чуть поменьше всего, мы в час уложились. Но я рад тому, что ребята на свободе и что все-таки мы доказали, что их незаконно вчера задержали. Это благодаря поддержке всех, кто пришел сюда, кто за кадром стоит. Много людей стоит за кадром. Спасибо вам большое. Следите за каналом Гаспара Авокеана. Ну и для сотрудников СИН, Какуша и Кичкин. Ребята, этот ролик опубликую я на канале Гаспара, так что я вам аплодирую. Если вы еще пару представлений напишите, тоже будет это весело, конечно интересно. Но я повторюсь, что этот ролик будет опубликован также на канале Гаспара. Чтобы меньше было вопросов. Ну что, дорогие друзья, спасибо всем большое за поддержку. Берегите себя и своих близких. До скорой встречи. Спасибо. Спасибо.